Самое классное ощущение от того, что просто то, что я проектировал в Бикаде, рисовал долгие месяца, это все получилось, как в моих мыслях и было. Кайф! Сколько там еще бочка? Кстати, ребята, рекомендую всем Романа, просто потому, что у него самые дешевые цены по городу, по доставке. Таких цен я больше не нашел вообще нигде. Реклама такая получилась, спонтанная. Первая пачка у нас это три поддона, причем я думал, что мы цепанем крюками. Взяли через лещи, стало лучше даже. Отлично. А сейчас будут бочки? Нет, бочки почти все, осталось две бочки и все. Интервью, как ощущения? Хорошо, 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 хорошо. Майна, майна, Вира, Вира. Хорошо, хорошо, хорошо. Ребята, вы спрашивали, как мы это все загрузим. Вот это происходит при вас. Легла, как влетая, прям под эту ручку делали. Миша, возьми какую-нибудь плаху, толкни сюда, чуть-чуть направь. Майна, как он поедет? Стрела будет такая. Смотри, она болтается. Не, ну аккуратненько, не торопясь, по асфальту. Ну! Ну! Раз! Хорошо! Гриш, между этими войдет. Отлично. Так, давай, золото олимпиады наше. А сейчас там езжал! О, пацаны! За! Можно туда вперед и все. Все, все бочки уложили. Гриш, примем по-братски. Все, сходи, пихай под стропой. Так, я спускаюсь. А вообще, хорошо бы купить еще машину под плод, парни. Да. На будущее. Рустам, я так поняла, ты не можешь остановиться. Нет. Он ответственный парень. Да, он нарезает резьбу под болты крепления кровли. Все, провожаем машинку. Завтра утром она выезжает в 5.30, а мы выезжаем в 6.30. Дадим форо час. Слушай, ну в повороты надо входить аккуратнее, да? Три месяца мы делали этот металлолом. Все, начинается наш маршрут, друзья. Мы выдвигаемся в горы. Да вы уже уедете или нет? Груженая, вон, сильно? Чувствуется? Раз, два, три, четыре. Все еще из города не выехали, уже беда. Че такое? А лить нельзя, да? Нет, 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 вообще никакой. Он поведет же сразу. Отходит? Да так не отойдет. Да она сейчас горячая ее заклинила. Быть и богом страны, я герой. Скажите мне, какого романа? Уех! Уех! Перестала дымиться. Дизельный аллей. Ну это же джип. Короче, парни, вы думали, все так просто что ли? Связи нет, человек нам пишет смс-ки. Машина, которая везет нашу посылку. Молчит пока. Это он отправлял с другого номера. Жесть. У меня была хотя бы радость в том, что человек определился, а вообще он же пропал. Вот вы сейчас там минуту смотрите, а у нас на самом деле столько уже событий произошло. Мы приехали в ЧОЮ, это 150 километров примерно от города. Жара стоит. Потеряли нашу посылку, но мы ее нашли. Оказывается, связь просто не берет там. Сейчас все хорошо. Заехали в магазин, сейчас все возьмем и двинем дальше. И, кстати, хотите, я вам прикол расскажу, парни. Вы же смотрите видосы, где мы ездим в тайгу, постоянно за медом, там, пчелом. Так вот, самый интересный момент, что наша тайга находится вон за той горой. Если вы сейчас карту возьмете, стрельните от Красногорского до ЧОИ, вы увидите нашу пасеку. Прикол. Едем дальше. Ну, вы ларек посмотрели? Хорошо все тут? Мама, час сходьет. Сейчас купили. Мы нашли нашу машинку, она живая, все бочки на месте, ничего не упало. Переехали мост через Би, и мы поняли, что там все плохо. То есть, очень много мели, прям жесткой мели. Мы бочки пропорим на раз. Поэтому мы приняли решение, во-первых, увязать их хорошо киперной лентой, только металлической. Как она называется? Перфайлентой. А во-вторых, ну, конечно, будем смотреть струю и двигаться основного фарватера. У нас для этого распашные весла должны работать. Конечно, мотор пока у нас будет навешан вертикально, пока мы не пройдем самые горные районы. Ну, в общем, будет интерес, смотрите дальше, парни. И можно нажать паузу, написать какой-нибудь комментарий. Ну, там, в путь, ребята, чтобы все было классно, какие-нибудь там слова. Было бы приятно, было бы хорошо. И, ну, лайк, лайк. Смотрите, человек, берите печенежки. И наслаждайтесь, будет хорошо, будет интересно. Так, осталось заехать на заправочку. Мы в Турочаке, друзья. Куда заезжаем на заправку? Да, заезжаем. Да, да, да. Сейчас заливаемся, и все, на камень любви. С него мы начинаем наше мероприятие. Хочу показать, ребят, вообще, обалденную вещь. Я здесь никогда не был. Смотрите, у человека в огороде скала. Это, представьте, миллионами лет скала обмывалась, равнялась, точилась. Вот, смотри, вот спуск. О, ну, тут все прекрасно. Прямо к воде он сейчас опускается. А, вон там струя, парни. Нам бы булавков, вон туда, камню, камню, камню. Слушай, ну, здесь жесткая струя. На русло нам придется прям реально на веслах жесткануть. На моторе попробуем. На моторе поднять. Все, крючу, давай попробуем. Ну, можно на моторе. Давайте попробуем. Короче, у нас все меняется прям быстро, очень. Мы сейчас выгружаем ручку. В это время там ребята выгружают весь груз. Не знаю, слышно вам, нет. И потом мы начинаем спокойно собирать здесь уже плод. Отпускаем обе машины. Вот. Отпускаем обе машины. Блин, ватерлиния вообще за груз. Рус, я с тобой на кровле сплю сегодня. Братулек. Потому что на мели сидеть неудобно. При всем том, что мы говорили, что у нас идет полтора часа. На все мероприятия. На самом деле сейчас уже восемь. А приехали мы во сколько? Два. В два часа. Так. Я сейчас тут все помыл. Я тут все помыл. Давай прижмем. Навешиваем мотор сейчас. Парни хотят идти на моторе. Нам бы мотор не потерять в первые две минуты сплава. Так, Михаил на моторе. Я на веслах. На веслах. Я на веслах. Наша задача сейчас выйти от камня и уйти на струю. Все, вот так правильно. Бежать. Нет, выравнивай. 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 Идем, 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 идем. Туда. Левей. Полный стоп. Все, мы на струе, пацаны. Мы уже на фарватере. Слушай, мотор, мотор это тема. Я не страшаю. Он загнал его, кстати. Все, мы дома. Мотор вещь. Я настолько вообще кайфую от сегодняшнего дня. Вы такие молодцы. Это было просто. Это было закаивает. Просто пушка. И честно говоря, парни, смотрите, глубина-то. Глубина-то не больше метра. Чаечек готов. Сейчас кофейку попьем. У нас, в принципе, осадка 40 сантиметров. Я думаю, не бахнемся. Ну, может, немножко шарканем. Немножко. Туда нам не надо маленько туда. Лучше бы отойти в центру теперь. Отгребаем с тобой. Отгребаем туда, на центр. На центр гребем. Я понял тебя. Раз. 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 В принципе, темнота наступила. Раз. Глубина темнота наступила. Ну, надо отойти от берега, чтобы не прижаться. Вон там уже все хорошо. Там будет стоячка. Да, а мне-то что делать, братан? Жать. Кричать. Кричать это мое, да? Все. Оп. Что было? Ничего пока. Бочки играли. На берега пошли, Миш. Раз. 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 Вот вы, мариман, это парни. Ай, хорошо. Слушай, ну, полторы тонны, конечно, управлять не так весело. Сейчас у скалы будем парковаться. Ночуем, наверное, где-то. Ну, вот, уже пора. Потому что у нас судно не собрано. Время уже 10 почти. Темнота, видите, да? Иван, тебе страшно? Иди к печке погрейся. Там кофеек уже готов. Я дико извиняюсь, но, наверное, всю неделю голос у меня уже не восстановится. Есть проблемка. Правее надо уходить по фарватеру. Там прям порог, можно сказать. Честно, весла не сильно спасают, да? Ну, хотя бы. Надо на моторе. Ну, надо мотор врубать. Ну, сейчас пока дойдем, а с течением быстро это несет. Миш, стоп! Гриш, греби! Да, вот такой у нас вечерний променант, ребята. Это мы еще в деревне, да? Вон домики стоят. Нас в скале немножко жмет. Гребем, парни? Гребем! Гребем все! Тянет к скале! Сильно! 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 Сильней! Держись! Держись! Гребем сильно! Нормально! Ну, тяжелый как сволочь! Так, все, глубина позволяет. Можно мотор опускать, окей? Да! Опускай! Да, и уходим влево! Уходим влево! Заводи и уходим влево! Трасса! Это трасса там! Туда! Туда! Влево! Влево уходим! Вот! Правильно! Правильно! Газуй! Жестко! Все! Газуй! Газуй! Стоп, весло! Газуй! Газуй, газуй, газуй! Газуй! доброе утро о ой ой какое доброе утро блин где мы причалились вчера вечером причалили в это видели все день 2 оказалось что мы находимся вот на таком замечательном месте течение я бы сказал катунская быстрая река реально быстро сейчас он пошли за дровами чтоб чаек подварить и сегодня у нас часа через три будет порог удаловский это вот один из таких нехороших порогов набии ну а дальше уже будет классная спокойная река для рыбалки до удаловского будет опасно